Где не получится, там скажу ху-ху-ху-ху. Значит, возьмем сразу двух великих. Клячкин, Набродского. Ну просто чтобы вспомнить, что такой период, знаете, был, когда не с записей, а живые люди появлялись и пели что-то новенькое. И это новенькое, и у всего было много, и еще больше, и оно все было днями. Оказалось, это никогда не кончится, мы попали в какую-то полосу настоящей, огромной такой жизни. Она вот тут-то и кончилась. Так вот, из того времени, когда это только появлялось, Белого Ключова было все больше и больше, значит, Клячкин еще только на шествие написал какое-то количество на Бродского. Уж потом там появилось что-то еще больше. И даже Бродского-то мы, может быть, ну кто как, а кто-то его узнал через Клячкина. Вот так даже. Жил-был король, жил-был король, Он храбрый был, как лев. Жил-был король, жил-был король, Один без королев. Он кроме хлеба ничего не ел, не пил вина. Одна отравда у него была война, война. И день и ночь в седле, в седле, и день и ночь смечал. Он мчался, мчался по земле, и кровь лилась ручьем. За ним, за ним, ах, впереди рассветный орел. И на закованной груди во мгле мерцал орел. О, что гнало его туда, где вечный мялязг мечей. О, что гнало его в поход вперед, как лошадь плеть. О, что гнало его в поход искать огонь и смерть. И все эти гибели каждый раз топтать чужой посет. То было что-то выше нас, то было выше всех. Ответь, ответь, найди ответ, а час его забудь. Ответь, ответь, найди ответ, но сам таким не будет. Он пред врагами честь свою и шпагу не сложил. Он жизнь свою прожил в бою, он жизнь свою прожил. Гони коней, гони коней богатство, смерть и власть. Но что на свете есть сильней, но что сильней, чем страсть. Враги поймут, глупцы простят, а кто заучит роль. Тот страстотерпец, тот солдат, солдат, мертвец, король. Простим, простим, простимся, с ним простимся, чья вина? Что тишь да гладь нужна, одним другим нужна война. И дробь тупует и жизнь, и дробь, походные костры. Одним удар земли, а дробь другим, в главне царей. Субтитры создавал DimaTorzok